Магнитное поле, так же как и электрическое, можно наглядно изображать с помощью линий магнитной индукции. Железные опилки определенным образом расположились вблизи постоянного магнита. Аналогичную картину можно получить используя метод силовых линий. Линии, касательные к которым, совпадают по направлению с вектором магнитной индукции в данной точке. На экране мы видим картину силовых линий магнитного поля, созданного проводником с током, имеющим форму витка. Следует отметить, что линии магнитной индукции замкнуты, поэтому поле называют вихревым. Кроме того, мы можем проследить как зависит интенсивность магнитного поля от силы тока. Мы видим, что изменение силы тока в витке приводит к изменению упорядоченности в расположении железных опилок. Магнитное поле катушки с током также является замкнутым и зависит от силы тока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...